Дачники Садна на свое скучное, никому не нужное девство. Неподвижный воздух был густо насыщен запахом сирени и черемухи. Где-то по ту сторону рельсов кричал Коростель. «Как хорошо, Саша! Как хорошо!» — говорила жена. «Право можно подумать, что все это снится. Ты посмотри, как уютно и ласково глядит этот лесок. Как милы эти солидные, молчаливые телеграфные столбы. Они, Саша, оживляют ландшафт и говорят, что там где-то есть люди, цивилизация. А разве тебе не нравится, когда до твоего слуха ветер слабо доносит шум идущего поезда? Да, какие, однако, у тебя руки горячие. Это оттого, что ты волнуешься. Варя, что у нас сегодня к ужину готовили? А крошку и цыпленка? Цыпленка нам на двоих довольна. Тебе из города привезли сардины и балык. Луна точно табаку понюхала, спряталась за облако. Людское счастье напомнило ей об ее одиночестве, одинокой постели за лесами и долами. Поезд идет, сказала Варя. Как хорошо! Вдали показались три огненные глаза. На платформу вышел начальник полустанка. На рельсах там и сям замелькали сигнальные огни. Проводим поезд и пойдем домой, сказал Саша и зевнул. Хорошо нам с тобой живется, Варя. Так хорошо, что даже невероятно. Темное страшилище бесшумно подползло к платформе и остановилось. В полуосвещенных вагонных окнах замелькали сонные лица, шляпки, плечи. Ах, ах! Послышалось из одного вагона. Варя с мужем вышла нас встретить. Вот они, Варенька, Варечка, ах! Из вагона выскочили две девочки и повисли на шее у Вари. За ними показались полная пожилая дама и высокий тощий господин с седыми бачками. Потом два гимназиста, навьюченные багажом. За гимназистами гувернантка, за гувернанткой бабушка. А вот и мы, а вот и мы, дружок, начал господин с бачками, пожимая Сашину руку. Чей заждался, небось, бронил дядю за то, что не едет. Коля, Костя, Нина, Фифа, дети, целуйте кузена Сашу. Все к тебе, всем выводкам. И денька на три, и на четыре, надеясь, не стесним. Ты, пожалуйста, без церемоний. Увидев дядю с семейством, супруги пришли в ужас. Пока дядя говорил и целовался, в воображении Саши промелькнула картина. Он и жена отдают гостям свои три комнаты, подушки, одеяло. Балык, сардины и окрошка съедаются в одну секунду. Кузены рвут цветы, проливают чернила, галдят. Тетушка целые дни толкует о своей болезни, салитер и боль под ложечкой. И о том, что она урожденная баронесса фон Финтих. И Саша уже с ненавистью смотрел на свою молодую жену и шептал ей. Это они к тебе приехали, черт бы их побрал. Нет, к тебе, отвечала она, бледная, тоже с ненавистью и со злобой. Это не мои, а твои родственники. И, обернувшись к гостям, она сказала с приветливой улыбкой. Милости просим. Из-за облака опять выплыла луна. Казалось, она улыбалась. Казалось, ей было приятно, что у неё нет родственников. А Саша отвернулся, чтобы скрыть от гостей своё сердитое, отчаянное лицо, и сказал, придавая голосу радостное, благодушное выражение. «Милости просим, милости просим, дорогие гости!» Редактор субтитров А.Семкин